всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой кулинарный канал по вашим многочисленным просьбам сегодня мы с вами готовим домашний сыр сыра получается очень много вкусно кто любит несоленую брынзу тому рецепт рекомендуем на сто процентов мы уже попробовали сыр на нашем мукбанк канале ссылочку оставляем вам внизу в описании под этим видео переходите дегустируйте вместе с нами также внизу в описании под этим видео ссылочка на наш семейный канал переходите знакомьтесь будем рады видеть каждого из вас ну а сейчас оставайтесь со мной я вам подробно расскажу как приготовить вкуснейшую сыр брынзу в домашних условиях мы начинаем итак друзья сегодня долгожданный обещанный мною рецепт готовим мы сыр сыр получается очень вкусный чем-то этот сыр по вкусу мне напоминает сулугуни тот самый сулугуни который мы покупали на отдыхе в лазаревском очень вкусный в меру соленый но соль все-таки зависит от каждой хозяйки здесь уже можно варьировать кто любит посолонее кто любит менее соленая вот для рецепта нам потребуется я буду рассказывать вам рецепт исходя из одного литра молока но сегодня готовить я буду сыр из пяти литров молока в конце видео скажу сколько из этого количества молока у меня получится на выходе сыром из расчета 1 литра берем 1 литр молока на 1 литр молока берем 3 яйца яйца у меня крупные можно брать средних размеров посмотрите у меня вот такого размера яйца 3 яйца и на литр молока у нас идет 200 грамм сметаны соответственно я беру 5 литров молока килограмм сметаны и 15 яиц также в рецепте у нас на 1 литр молока идет одна чайная ложка соли что касается соли каждая хозяйка решает для себя вложить больше или меньше смотрите по своим вкусовым предпочтениям я положу как в рецепте нам этого более чем достаточно здесь у меня 5 чайных ложек без горки я кладу и так давайте начнем берем кастрюлю либо казан лучше конечно взять казан с антипригарным покрытием как у меня и для начала его обливаем водой облив водой вот так вот чтобы стеночки у нас были полит и водой воду эту выливаем далее в пустой казан облитой водой заливаем молоко казан либо кастрюлю я всегда перед кипячением молока обливаю водой даже если не варю сыр это вот такое правило которого у меня научила мама для того чтобы у молока было меньше шансов пригореть мы делаем вот таким вот образом безусловно молоко в любом случае будет пытаться пригореть поэтому мы его будем периодически постоянно перемешивать но вот таким образом просто создается прослойка водяная между молоком и непосредственно кастрюлей нашей итак друзья молоко отправляем на плиту пока я ставлю на максимальный огонь как только она начнет подогреваться я уменьшу до среднего и буду его периодически перемешивать чтобы снизу молоко наше не пригорало за молоком нужно следить а тем временем мы с вами займемся пока закваска и закваска у нас напомню сегодня из сметаны и яиц и так друзья молоко уже хорошо прогрелась для того чтобы она у меня не пригорало я уменьшаю газ до троечки и таким образом кипятить буду до того момента пока молоко почти не закипит а тем временем пойдемте с вами пока сделаем заливку берем чашку в которую разбиваем 15 яиц на каждый литр молока 3 яйца у нас идет 15 есть мы разбили дальше открываем сметану и нам необходимо отмерить 1 килограмм сметаны сметану отправляем прям к яйцам далее сметану и яйца хорошо между собой перемешиваем можно это сделать венчиком можно вилкой как вам удобно наша задача просто все хорошо перемешать все друзья сметану и яйца я хорошо перемешала вот такая вот смесь у нас с вами получилось ждем когда молоко почти начнет закипать итак друзья молоко я уже закрыла крышкой периодически его открываю и перемешиваю чтобы снизу молочко у нас не пригорало на медленном огне на тройке у меня газ напомню доводим молоко почти до кипения перемешали закрыли ждем когда уже у нас молоко стало довольно горячим посмотрите она уже у меня вот-вот закипит уже прям хороший такой пар идет я засыпаю соль еще раз повторюсь что касается соли это все индивидуально поэтому солите на ваш вкус продолжаю прогревать молоко пока не увижу что молоко уже вот-вот начинает закипать итак друзья молоко у меня почти уже закипает густой уже пар пошел и дальше делаем следующее беру деревянную лопатку и тонкой струей начинаю вводить яично-сметанную смесь и перемешиваю вот таким образом пока полностью вся смесь у меня не закончится учитывая что сейчас температура молока будет понижаться я добавлю газ поставлю на семерку и продолжаю заниматься моя задача добиться того чтобы молоко начало сворачиваться дальше друзья когда вся смесь у меня уже залито в молоко я просто увеличила газ и жду когда начнут появляться эти сырные аппетитные хлопья безусловно необходимо также помешивать слегка вот так потихонечку и ждем итак друзья посмотрите потихоньку начинают образовываться хлопья вот это на поверхности плавает то что у меня слегка прилипла ко дну казана моему аккуратно перемешиваю и жду когда прям сыворотка появится прозрачная и она отделится от хлопьев посмотрите друзья что у нас происходит с нашим сыром очень образовывается много вот таких вот хлопьев периодически я помешиваю если хлопья не образовываются прям сразу пугаться этого не нужно просто делаете максимальный огонь и терпеливо спокойно тихонечко вот таким вот обранном перемешиваете смотрите уже потихоньку отделяется сыворотка видно вам сыр наш почти готов вот такое огромное количество хлопьев у нас с вами получается все это наш с вами будущий сыр то что вот эта небольшая пленочка слегка коричневая когда делаешь для себя не для продажи ничего страшного это все вполне съедобно все друзья посмотрите у нас творог наш с вами будущее уже закипел сыворотка хорошо отделилась от хлопья видите уже она такая полупрозрачная практически прозрачная и вот на этом этапе мы с вами отключаем газ у меня вот такая вот органза посмотрите и я беру дуршлаг устанавливаю дуршлаг прям в раковину сверху закрываю ситечком далее беру казан и аккуратно сливаем если вам нужна эта сыворотка и вы из нее будете готовить потом блинчики или оладьи то соответственно под дуршлаг положите пожалуйста чашку которую вы соберете сыворотку все друзья дальше мы наши хлопья сырные вот таким вот образом разравниваем сыра получается много я вам потом взвешу и скажу сколько в итоге у меня получится сыром чем более качественные домашние яички вы возьмете тем более желтый красивый цвет приобретет ваш будущий сыр все дальше делаем следующее закрываем аккуратно вот так остатками органзы наш будущий сыр далее берем тарелку устанавливаем желательно взять тарелку с плоским дном у меня вот не совсем плоская вот здесь такие ножки устанавливаю далее сверху на тарелку устанавливаю какой-нибудь груз беру какую-нибудь еще одну тарелку чтобы вынуть доршлаг из раковины и вот таким образом теперь оставляю наш будущий сыр до вечера в зависимости от того насколько вы хотите посуше либо более такой сочный и нежный сыр от этого будет зависеть на какое количество часов вам необходимо оставить сыр я сейчас засекаю у меня половина второго дня ну а вечером в районе 8 вечера я вам покажу какой сыр у меня получится в итоге итак друзья спустя два часа после того как я установила две бутылки воды в качестве груза я убрала одну бутылку и сейчас у нас время уже 9 часов давайте посмотрим в итоге у меня сыр простоял под прессом более 7 часов он довольно такой упругий получился сейчас я переверну на доску разрежу и покажу что получилось если хотите более нежный сырок чтоб получился просто ставьте меньше груза и меньше времени держите под прессом вот друзья посмотрите сейчас фокусирую вот такой вот сырок довольно таки упругий хорошо режется хорошо держит форму вот такой сырок у меня получился давайте с вами нарежем его на кусочки посмотрите как он режется просто идеальный да кстати кто любит остренькая на этапе когда мы собирали с вами хлопья можно добавить перчик хлопьями чили смотрите по своему усмотрению у меня вот такие получились вкрапления как вы помните молоко я вскипятила и на дне моего казана образовалась вот такая пленочка поэтому у меня вот такие вкрапления если любите остренькое можете на этом этапе добавить острое и тогда сыр у вас будет с острыми хлопьями чили посмотрите ну какая красота же нас с вами получилось я уже не первый раз варю этот сыр рецептом со мной поделилась моя мамочка поэтому друзья мои рецепт проверенный рекомендуем на сто процентов сыра получается много сейчас я его взвешу сколько у меня в итоге полностью весь этот кусок весит сейчас взвесим не знаю видно вам или нет но мои весы показывают 1563 грамма полностью весь этот сыр весит чуть больше чем полтора килограмма с 5 литров молока с 15 яиц и килограмма сметаны у меня получилось более полутора килограмм сыра замечательный сыр мы сейчас попробуем его на нашем мог банк канале ссылочку на дегустацию я вам оставлю внизу в описании под этим видео ну что друзья посмотрите еще раз вот такая красота у меня получилось сыр очень хорошо держит форму посмотрите какие кусочки замечательные кому понравилось обязательно не забывайте поставить лайк поддержите вашего любимого кулинарного блогера но а я всех приглашаю на наш мог банк канал пробовать эту вкуснятина ссылка как всегда внизу в описании под этим видео но это видео буду заканчивать если видео понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться всем спасибо за внимание всем пока пока приходите еще увидимся снова